Господа, сам себя не пропиаришь, никто не пропиарит. Супротека Прохим успешно существует и успешно и по сей день, даже в текущих условиях, продает присадки, промывки для топливной системы. Супротека Прохим СГА для бензина, угадал? Угадал. И СДА для дизельных систем. И эта штука делает так, что ваша система будет меньше ломаться в будущем, а уже сейчас начнет меньше расходовать бензина. Бережно и мягко промывает форсунки, ТНВД. Бак, ТСА, все дела, GDI у корейцев, непосредственный впрыск, там же есть ТНВД, даже в бензине. И делает так, что все это реально служит дольше. Плюс достигаются реально такие экономические показатели, что топливо экономит больше, чем стоит сама. Короче, она стоит 300-350 рублей, вы ее заправили, а на баке сэкономили типа 400. Это подтвержденные факты, причем подтвержденные отзывами. Для дизелистов, естественно, есть СДА, потому что там ТНВД уже есть и всех. Плюс сюда мы добавили цитан-корректор, так что двигатель начинает работать мягче. Уже с первых секунд добавления присадки. Просто попробуйте, это самое бюджетное из того, что вы можете в наше непростое время сделать для своего автомобиля, так чтобы он меньше ломался в будущем и меньше расходов топлива уже сейчас. Ссылочки, естественно, будут в описании. Все в продаже. Здравствуйте, господа! У нас с вами сегодня интересная будет серия по 24-й Волге. Она в этой серии уже будет красивая, будет дымить и валить. Однако, киз-зывол не обещаю, потому что внешку нужно сохранить, но однозначно будет экшн. Что для этого требуется? Для начала собрать все по уму. Так что, во-первых, уже была электрика. И мы вам про нее ничего не рассказали, потому что, ну, потому что это электрика, да, проводочки соединяются туда-сюда, мало кто что в этом понимает, и это не так зрелищно. Далее у нас следует выхлоп. Выхлоп, как анонсировалось в первой серии, у нас будет управляемый ровно как в антигелике, потому что тот же мотор, та же идеология старого советского автомобиля, который условно куда-то едет, пожалуйста, только бы не разложиться, очень мощно все виляет задом, все лежит на пилоте, нужно это все удержать. Эмоция. Соответственно, нам нужен выхлоп тихий, чтобы это все ездило каждый день, и нам нужен выхлоп громкий, который будет доставлять человеку удовольствие, когда он этого захочет. В итоге мы знаем место, где точно это можно осуществить без проблем, где уже это делали на УАЗик, и это выхлоп град. Поэтому мы оказались все в той же компании, с теми же людьми, и рассчитываем на серьезный результат. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Далее у нас мобильное включение, потому что мы кучу всего не снимали, не снимали электрику, не снимали и миллион нюансов по сборке, не снимали хром весь, который уходили на него часы, чтобы найти, купить маленькие деталюшки, которые те были, ну типа мутноватые, типа не восстановить, типа что-то с ними случилось. В общем, в итоге все собрали, все нашли, все едет рулиться, осталось только покрасить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот, наконец-то, наша внешечка. Господа, этот цвет мне не нравился, даже когда она была без хрома. Просто вот голая волга в синем цвете, я такой смотрел и думал, ну, да, но, с другой стороны, о вкусах не спорят. Если клиент выбрал синий, значит синий. Но когда она собралась, мы получили одновременно и насыщенный, глубокий, богатый на самом деле цвет и фактически очень близко к стоку. Эта волга выглядит как заводская. Понятно, что заводской цвет мог немножко отличаться, но кто это сейчас поймет? Это просто спокойненькая, чистенькая, темно-синяя волга в стоке. Внешне непосвященный человек не поймет, в чем здесь отличие от обычной. Хотя, конечно, понятно, что диски должны быть чуть поменьше, резины чуть повыше и так далее. Но в целом это идеальный вариант, какой я люблю по современным меркам моих проектов. Это просто аккуратненькая, нарядненькая машинка, которую можно смотреть и думать о том, как же они выглядели тогда. Потому что выглядели они так. При этом, когда вы нажимаете на газ, ну это будет через минуту. То есть в данном случае учено все. И, конечно, пришлось поменять в итоге большую часть хром-пакета, фонари и так далее. То есть что-то было выцвешившее, что-то было мутное, что-то было уже испорченное. И, конечно, все равно работа проделана большая, и от той волги осталось-то не так много. Но в итоге, благодаря всему тому, что донор был изначально хороший, удалось избежать таких вариантов, как сварка. Здесь нет всяких латок, знаете, тон шпакли и прочего. Это все та же самая волга, просто хорошо выкрашенная и сделанная, как новенький. Продолжение следует... В салоне специально поменяли только... То есть то, чего касается вашей рукой, то, на чем действительно вам придется плотно сидеть, так сказать. Это настоящий оригинальный дермантин. Никаких супер-кош, перфораций, алькантары сюда привносить не планировалось. Приборка у нас, поскольку в идеальном состоянии, она осталась такая, какая и была. И за исключением того, что появилась шкала, которая отвечает за индикацию включенной передачи. Теперь здесь стрелочка показывает, что у вас включен паркинг, реверс, нейтраль или драйв. При этом сам рычаг КПП остался все тот же, который и был. Все родные переключатели работают так, как и должны работать родные переключатели. Печка, фары, аварийка, все осталось волговское, аутентичное. Родное радио. Россия вошла в десятку самых сытых стран мира. Вот таких шуток я давно не слышал. Ты слышал это? Надо же так было вовремя врубить-то. Вот это радио, ребята, оно еще оттуда, из СССР вещает. Дело в том, что оставлен даже родной бобер или нутрия, которая здесь, собственно, лежала посередине между сидениями. Оставлен родной оригинальный обдув заднего стекла. Подогрев у него пока также не сделан. В общем, ребята, здесь все по фэншую. Это все та же Волга, но в обновленной версии, как будто только что вышла с конвейера. Субтитры сделал DimaTorzok Самая главная изюминка этой тачки – это Сталин ФМ. Оно интегрировано в автомобиль. Просто оно каждый раз генерирует какую-то дичь. Реально рандомное радио. Ну-ка. И скользает из-под ног, нарастает ощущение тревоги перед неизвестностью. Я хочу такое радио вранжа. Это постоянный апокалипсис какой-то. Вот это стилек, конечно, просто дичайший. Блин, вот это, нет, Волга на УЗ. Смотрите, это, конечно, вообще совершенно определенный кайф. Нереальная просто тачка. Очень круто. Очень круто. Вот это вот. Осталась вся Волга, какая она была. В ней нет суперрулежки. В ней ровно ощущение волговские. Хотя все равно шаровые спереди и все равно лучше. То есть то, что у нас передок уже на шаровых, но это все равно Волга. Она абсолютно аутентичная. Если ты сядешь сейчас в оригинальную 24-ку, она будет ехать так же. Ну, в смысле, рулиться так же. Но ехать она, конечно же, будет гораздо слабже. Ребята, это жесть. Это прямо то, что надо. Не-не-не, мы останемся на светофоре. Пожалуй, вот так. У нас есть 40 секунд позитива, чтобы рассказать вам про эту пушку. Просто огонь. То есть сидишь как должен. Подголовника здесь в токе не было. Ремни у нас вот такого тряпочного характера. То есть он не инерционный, он еще просто какой-то. Все как должно быть в Волге. По рулю вынос нормальный. Педали сделаны так, что можно одновременно газ тормозом зажимать. Вот почему они, я понял. Чтобы было удобнее делать бюрнаут. Все, все работает абсолютно. Уровень топлива в баке, температура, часы. Указатель давления, не давления, передачи. 38 километров на ней сейчас пробег. На приборке. Потому что пробег вместо аналогового теперь стал цифровым. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Просто 6. Все садит ему. Вообще офигеть. Просто офигеть. Ой, снова красный. Ну надо же, совпало. Смотри. Уже все, все, кто догнал, смотри. Все, кто догнал, просто там нереально смотрят. Вот это да. Вот это сейчас что-то будет. Не, ну еще второй стиль. Дымить прямо в пробке. Тогда люди не видят, когда загорается зеленый. Но это такой стиль. Это совсем агрессия. 3, 2, 1. Мы зацепились. Офигеть! Я не знаю, какая скорость. Но это просто сверх прыжок какой-то. Слушай, ну BMW, которая едет 6 сзади, не отрывается. Но учитывая, что у нас не было старта, мы же шлифуем, то люди просто в шоке, кто там подходит. Реально, следующий светофор, это всегда, когда ты ездишь на таких тачках, с одного светофора стартанул, со второго все подлетают, сразу быстро смотрят на тебя, еще рубятся, кто, главное, ближе к тебе окажется, начинают там друг друга подрезать. Только что посмотреть, что будет дальше. На следующем зеленом. Эмоциональненько. Мне нравится. Прям... На ней зимой, конечно, я не представляю себя на ней делать зимой. трогаться с пятой сразу. Таллинн FM, экстренное включение. Но как бы это ни было, главное не в этом. Все! Сказал, как будто волк. Да, это жестко. Это очень жесткое дерьмо, брат. После последнего теста, как мы поняли, что машинка едет, рулится, с ней все в порядке. Малейшие недосчеты были устранены прямо ночью. Нужно отдать машину ее заказчику, Василию. То есть сейчас он ее увидит первый раз. Ему специально не показывались ни фотографии, ничего. Он более-менее заказывал цвет, типа синий. И вот сейчас он увидит ее в сборе. Просто интересно, понравится она ему нет. Потому что Василий в себе держать не будет. Он просто нас порежет. Все стандартное, обычное волковский двигатель. Для чайки. КГБшная догонялка. Так что командир, это стоп. Здесь. Сейчас тихий здесь есть. А вот возьми ручечку вот там, пластиковую. Такой вот краник. И поверни его. По часовой стрелке. И нажми на газ тебе. Сильно нажми. Ну, можешь закрыть. И она станет штатной. Нажми-ка на газ на конце. Нифига себе. А сейчас нажми с 60. Нажимай. Ты понял, да? Нифига себе. Ну, она очень комфортная, конечно. Комфортно? Есть. Едет комфортно. Рука, давай. Нормально, нормально. Не, посреди тем, что было, это, конечно, вообще космос. Ну, мне кажется, у нас относительно получилось. То есть понятно, что заказчик там очень такой чепетильный человек, что вопросы по мелочам есть. Но в масштабе заказа клиентам, то есть вот как приехала белая машина, она должна была стать лучше, с новым цветом, с новым двигателем. Мы все выполнили. Понятно, что дорабатывать нужно, что не устраивает вылет рулевой колонки, но он штатный. Не устраивают еще некоторые моменты, опять же, штатные, которые были в Волге. Это уже дальнейшие переделки, но в масштабе нашего проекта. Я считаю, что мы прицелились и попали. Это успех. Огромное спасибо, что смотрели этот проект с 24-й Волгой. Заказать такое же можно легко по ссылкам в описании, без проблем. Real Russian Custom всегда к вашим услугам. Так что ссылочки в описании. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Удачи и пока. Я думаю, сейчас мы проводим клиента, и сегодня в Леруа будет много визга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok